Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Снова с вами ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость где? На юге. По традиции наливаем чайку, там вкусняшки, присаживаемся с вами поудобнее. Мы сейчас, друзья мои хорошие, будем с вами изучать новый дом, который находится в Краснодарском крае, город Белореченск, ровно 100 километров от города Краснодара. Ну, вдруг вы решите там пешочком пойти, то это практически сутки надо будет идти, а на автомобиле, друзья, ровно час, и вы будете в городе Краснодаре. Также, друзья, тут находится недалеко ЖД вокзал, здесь несколько раз ходит электричка именно прям до черного нашего прекрасного моря. Все местные практически как делают, они утром сели, покупались, жопки свои так помочили чуть-чуть, почувствовали наше прекрасное соленое черное море, и потом можете прям смело пешочком от ЖД вокзала именно дойти до вот этого домовладения. Здесь, друзья, будут продаваться два домовладения. Первый дом уже у нас полностью готов, они по площади, по планировке абсолютно одинаковые, 109 квадратных метров. Вот этот дом здесь, друзья, составляет 6 соток, и мне, вот мы, кстати, с Катей тут вот ходим, смотрим, я говорю так, вот мне больше вот тут нравится, чем, допустим, там. Я не говорю, что дом там хуже, нет, не про это, просто вот именно сам земельный участок, и вы сейчас это поймете. Друзья, как мы обещали, что для вас будем изучать новые дома, которые продаются и в городе Белореченске, также мы сейчас с Катей были в городе Михайловске, и наши уважаемые застройщики, если вы нас сейчас слышите, видите, то будут указаны наши контакты, номера телефона, WhatsApp, Telegram, если вы можете писать, и мы с удовольствием, вот с этим застройщиком, Геннадием уже, я не знаю, сколько лет сотрудничаем, Гена, может, ты напишешь в комментариях, ну, наверное, наверное, с 2010 года, может быть, даже может быть больше. И он, кстати, друзья, строит очень хорошие дома, мне нравится, и вы в этом сейчас сами убедитесь, вот планировка реально бомбовская, скажу честно, по секрету, я слезал планировку, такие же планировки домов строят. Вот, ну что, Кать, давай покажем, идем, давай мы сейчас покажем, какой у нас заезд, вот смотрите, друзья, смотрите, какой заезд, я не знаю, тут, Кать, сколько у нас, наверное, 5 метров, наверное, будет заезд, да, однозначно, и вот эта территория, друзья, вот это все, вот это все ваше, заезд, можно сюда хоть КамАЗы загонять, но самое главное, конечно, вы можете сюда спокойно загнать автомобиль, обращая внимание, какая брусчатка, классная, мы когда в тот дом зашли сюда, я говорю, ой, меня же, знаете, вот так, аж телепало, телепало, вот я люблю, когда заходишь в дом, мы сами, кстати, вот когда дома строим, вы должны понимать, уважаемые подписчики, наши будущие клиенты, что есть дома, которые я показываю от застройщиков, которые продаю, не я, а застройщики, и не я строю, но я продаю, а не строят, а я продаю, как говорится, но есть дома, которые я строю, есть дома, которые я же свои дома продаю, и вот мы стараемся тоже делать вот так, чтобы когда человек вот заходит, только вот в калитку, как мы сюда, вот с Катей сюда зашли, и мы поняли, что там однозначно будет то же самое, как вот во дворе. Чисто, уютно, прекрасно, засыпана щебенка. Вот здесь вот дом, навес, земельный участок. Все, обратите внимание, полностью тут все загорожено. Слушай, тут можно, Кать, голожопами практически бегать, тебя никто не будет увидеть. Даже, и вот смотрите, чтобы мне даже увидеть, кто там, надо вот так. О, кстати, Кать, давай покажись, кто, будущее, друзья, кто тут будет жить. Этот тоже дом продается, имейте в виду, вот знаете. Вот, а так здесь забор предостаточно, Бонг говорит, и не сильно высокий, и не сильно низкий, но вот я стою, видите, только малысину будет видно, и все. Дальше, двор ухоженный, чистый, все в тротуарной плитке. Здесь, если брать вот, брать вот практически два автомобиля, смело по ширине поместятся, и вы будете спокойно стоять. Если вдруг, например, у вас, ну не знаю, вот если захотели построить для себя гараж, или какой-то там длинный навес, то тут, Кать, вот идем покажем нашим подписчикам, в принципе, можно вот организовать вот здесь гараж, потому что вот это окно, это, если либо до окна можно гараж построить, либо, допустим, гараж к этой стенке, и там только у нас ванная комната. Ну, в принципе, друзья, вот я скажу, у меня есть гараж, но у меня там не автомобиль хранится, а как весь хлам, как говорится. Двухкамерный септик, он находится тут, вот в этом месте. Ширина колец чуть более метра, глубиной 2 метра, 2 кольца, все отлично. Здесь земельный участок, Катя, пойдем покажем. Смотрите, друзья, вот это все, это все ваше. Здесь все забетонирован, я имею в виду, залили монолитную ленту для именно вот забора. Профнастил, центральный газ, друзья, вот он, он подключен. Все это есть, все это ваше. И газ, вот даже сейчас он о себе дает знать, потому что мы услышали, как турбина на газовом котле двухконтором заработала, все это слышно. Тут, в принципе, можно еще чуть-чуть завести земельки и все. Ну, в принципе, перепахать, да, как перекопать, и будет все хорошо. Конечно же, ребятушки, обратите внимание, да, у нас, допустим, вот все в отмостке, все в брусчатке, мы сюда идем. Здесь у нас, конечно же, девочки для полива, если что, подсоединили, и можете поливать все, что угодно. Все это подключается, здесь то же самое, все сделано. Ну и, конечно же, давайте мы сюда поднимемся. Это терраса, друзья. Терраска, вот я, давайте даже шагами мы сейчас померяем. Вот, раз, два, три, где-то три с половиной. Раз, два, три, ну, наверное, четыре, четыре с половиной метра. Высокая, широкая, глубокая, уютная, просторная. Здесь у нас также есть брусчатка. Также, друзья, тут плюс-минус расстояние два с половиной метра. Все это есть. И, конечно же, вот эта часть, никто ничего не бетонирован. Здесь у вас можно там посадить деревья, тут посадить деревья, там можно посадить какие-то кустарники. Также, смотрите, друзья, сам дом блочно облицован кирпичом. И также, вот смотрите, газ уже все это подключен. Катя, спускайся, что ты руку вытягиваешь? Давай, мы сейчас туда пойдем дальше. Газ все это подключено. Вот и пойдемте. Забор, все это есть. Обратите внимание, пластиковые окна, все красиво. Идем сюда. И вот это все здесь, конечно, вы посадите в будущем цветы и так далее. Солнце у нас встает вот как бы с той стороны. Основная часть, она находится в том направлении. Теперь пойдемте, самое главное, смотрите, это, конечно, сам дом. Знаете, мы сегодня с Катей смотрели дома. Вот, что ж мы самое главное-то не сказали. Сейчас наши подписчики скажут, а какая стоимость этого домовладения? Друзья, цена этого дома будет, конечно, в описании указана. Этот дом будет интересен тем людям, которые рассматривают покупку от 8 миллионов до 10 миллионов. У нас есть дома именно вот такой планировки в разных частях нашей прекрасной родины. Это города Белореченска. Если брать конкретно этот дом, то на сегодняшний день цена плюс-минус около 9 миллионов. Друзья, но сейчас не цепляйтесь, потому что у нас есть вот точно такой же дом за 8 миллионов. Есть такие же дома чуть подешевле. Все зависит от того, где этот дом будет находиться. Если мы говорим конкретно про вот этот дом, тут, конечно, цены кусаются очень сильно. Школа есть, детский садик есть, магниты, пятерочки. Тут, если кто захочет, можно отсюда до Центрального парка и до города Белореченского рынка, Центрального, дойти, ну скажу, максимум 20 минут. Ну пусть даже 25 минут, пусть даже 30 минут вы максимум будете идти. Это я то, как бы уже с запасом таким маршрутки. Вот вы выходите, тут она вот от этого дома, ну сколько метров где-то, даже 100 не будет, проходит асфальтированная дорога и маршрутка, каждая, не знаю, там полчаса, даже еще чаще ходят. С этим как бы проблем нету. И у нас стоимость играет очень сильно, даже не как сама делка, а сама стоимость участка, потому что вот если брать тут участок будет и с разницей, например, как в другой части города Белореченска, вот разница, поверьте, даже в миллион, даже вот такая разница будет. Вот те люди, которые пишут в комментарии, ахинею, там, это дорого, это не стоит этих денег, я про новые дома сейчас говорю. Друзья, вот возьмите сами, приедьте, купите участок, разделите, постройте дома, вот такие, а потом посмотрю, как вам выйдет дешевле. Вот я вам скажу так, что вот эти застройщики, да, которые много лет работают, во-первых, они оформлены, они платят налоги и так далее. Если, конечно, у вас есть какая-то там своя хитрая махинация какая-то, ну-ка, кинут там строители или взять там какой-то, купить участок где-то там, я не знаю, может быть, дешманский, где будут топители, еще что-то, вопросов нет. Но здесь, друзья, чисто, аккуратно, уютно, приятно, и до центра недалеко, и вся цивилизация, как говорится, есть. Если, например, вы хотите дешевле, не вопрос, мы вот такой же дом вам построим, дайте нам сейчас участок, или я могу вам сейчас участок найти где-то на горе каком-то, или в низине, и даже, может, на полтора-два миллиона будет дешевле. Вот так. И, конечно же, вот мы сегодня с Екатериной, да, Катей, сегодня смотрели дома за 4,5 миллиона и 4,200. Я вот так, мы подъезжаем с Катей к дому, я говорю, Катя, она говорит, сколько эта цена? Я говорю, 4,500. Она говорит, сколько? Ну, конечно, это не такой будет дом, но дом будет 60 квадратных метров, дом будет на 5 сотках земли. Да, это будет не город Белореченск, но прямо рядом с городом Белореченском. Но на сегодняшний день у нас, друзья, есть в заначке просто бомбический дом. Вот, не исключено, даже, возможно, наша сотрудница его купит, сейчас решается вопрос с ипотекой, сельхоз ипотекой. Цена 5,100. Еще 65 квадратных метров, 4 сотки земли, дом полностью под ключ, дом бомба. Вот реально дом. У нас сейчас в данный момент один остался, плюс еще мы три дома будем строить. Они в Заречном находятся. Друзья, если не хотите упустить вот именно шанс купить недорогой дом, вот вы смотрите, например, обзор дома и думаете, что у Коли только вот такие дорогие дома, вы ошибаетесь, друзья. У нас есть дома намного дешевле. И вот такой дом, да, это люди, которые хотят жить в городе Белореченске, хотят, чтобы было три огромные спальни, чтобы огромная гостиная, навес и так далее. Короче, Кать, наверное, сейчас в комментариях будут люди писать, что ж за хинею ты гонишь, кажется. Но дешевые дома у нас есть, и в описании, конечно же, вы перейдете, все посмотрите. Конечно же, и подпишитесь на наш телеграм-канал, называется Навьё Николай Сумсиков, друзья, потому что мы там выпускаем мини-такие обзоры, которые вы будете владеть информацией. Про ступеньки понятно, чисто, аккуратно, все такое. Заходим в дверь, Кать, ты хоть себя покажи, чтобы люди видели, как ты вообще выглядишь, видно тебя, все. Дверь с зеркалом, заходим, вот, пусть, Кать, дверь будет пока открыта. Слушайте, здесь так жарко. Тут прохладь, тут реально жарко, я честно вам говорю, заходим сюда, заходим, ну, прихожая. Прихожая просторная, чистая, светлая. Друзья, на полу плитка, межкомнатные двери, поклеенные обои, натяжной потолок, светильник. Если брать Кать, переходим на эту сторону, чтобы нашим уважаемым подписчикам показать, что вот здесь можно поставить шкаф-купе глубиной 50 сантиметров, в принципе, Гена, если бы ты сдвинул немножко сюда дверь, то, в принципе, 60 сантиметров, но 50 сантиметров смело, в принципе, это шкаф-купе, но это еще не все, девочки. А вот тут вы возьмете, поставите красивое зеркало и будете свои губки красить, если необходимо. Но, конечно же, сейчас мода у девчат пошла, чтобы была огромная спальня, чтобы поставить там, я не знаю, красивую кровать, чтобы была какая-то, как, Кать, как у вас вот это, чтобы причапуриться, как там, кому, что называется? Не, реально, а как называется? У тебя нету такой чапурицы? Ну, тогда пойдем покажем, сейчас будем фантазировать. Вот куда мы сейчас зашли, друзья, это самая большая спальня. Это самая, смотрите, масштабы. Кать, ты хоть показываешь масштабы спальни-то? Вот, смотрите, она огромная. Огромная, здесь будет висеть телевизор, уже все выходы, все это организованы. И, конечно же, смотрите, вот тут у вас будет стоять именно двуспальная кровать. И здесь, конечно, вот у нас уже лампочки выведены. Давайте мы даже, Кать, ты проверяла? О, работает отлично. Вот, здесь выключатель, розетка под тумбочкой, здесь у нас подзарядки и так далее. Радиаторы, конечно, все это есть, окна пластиковые есть, пульт управления для светильника, естественно, то же самое есть для кондиционера. Катя, слава богу, тоже у нас есть розетки и так далее. Комната огромная. И, знаете, вот комната светлая, чисто, уютно, приятно. Здесь ничего не надо переклеить. Вот, единственное, мы сейчас в другую спальню зайдем. Я говорю, прикольные обои, но я бы такие себе не поклеил. Но реально прикольные. Пойдемте покажу. Двери все тоже светлые, хорошие. Пойдемте. Заходим. И вот она, друзья, у нас вот она. Вот я про вот эти обои говорю, они такие необычные. Ощущение, знаете, как будто проволочка какая-то. Вот эти линии, как будто какая-то проволока. Необычная именно вот обои. Здесь, смотрите, друзья, здесь выходов нету по ТВ. Но я бы здесь вот на самом деле бы повесил именно вот телевизор сюда. Здесь можно угловой какой-то стол поставить, именно письменный, не знаю. Здесь можно какой-то шкаф. Но, Катя, разворачиваемся в ту сторону, чтобы людям, нашим подписчикам было видно. Вот оно у нас находится именно место под кровать. И здесь пространство то же самое. Получается, вот та комната самая большая, эта чуть-чуть меньше. И выходим, Катя, сейчас покажем. Эх, Катя врезалась у нас. Так, вот эта, да, у нас спаленка. Вот она. А, кстати, она по площади, как и та практически. Ну вот смотрите, друзья. Просторная комната, хорошая. Вместительная, то же самое. Вот есть под телевизоры. Также у нас вот, кстати, вот окно. Катя, посмотри, покажи людям, что это у нас. Вот, давай, пусть они выглянуть. Все, выглядываем. Тут уже цветочки можно еще что-то там посадить и так далее. Вот, и окна сложного открывания. Все. Здесь все понятно. Обои, натяжной потолок, светильник. Все это есть. Теперь, мы триж спальни показали. Все, теперь пойдемте сюда. Это, друзья, ванная комната. Она огромная. Она реально огромная. На полу плитка есть. Стены, стены. Потолок. Даже у нас интим-линия такая есть. Она включается отдельно от вот этих светильников. Матовое остекление стекла. Здесь, друзья, под раковину, под зеркало. Вот здесь будет полотенцесушитель, друзья. Вот тут у вас будет либо душевая, либо ванна. Можно, в принципе, без всяких проблем сделать. Ну и, конечно, вот тут будете писать, как говорится. Все, вот тут у нас горшок будет тут. И абсолютно ничего не мешает. Здесь единственное, я бы, честно, вот Ген, я бы полотенцесушитель бы вот сюда сдвинул. Вот сюда. Как бы просится сюда. Но ничего страшного. Мы люди не лентяи. Мы можем дойти до полотенцесушителя голыми и потереться и так далее. Пойдемте дальше. Котельная. Давайте мы покажем. Надо же, Кать, показать, что котел-то стоит. Пойдемте. Здесь это люк на чердак, Катя. Зафиксируй, покажи. Это на чердак. Здесь у нас распределители. Дальше. И вот газовый котел. Скважина здесь, друзья, около 10 метров забита труба. Газовый котел. Он уже работает. Газ. Все это подключено. Ну и, конечно, разводка теплых полов. Там, где плитка, везде теплые полы. Ну и, понятно, насос. Понятно, что у нас тут и этот насос. Плюс окно. В принципе, все аккуратненько, чистенько. Девчата. Пойдемте сейчас будем смотреть с вами вот это пространство. Ну, так, Кать, с кухни начнем, да? Давай, покажем кухню. Газ, друзья, вот под плиту выведен. Все тут есть. И вот это пространство, друзья, вот именно девчатка, это для кухонного гарнитура. Вы прям можете вот так бы, п-образной формы. Вот это все ваше. Все ваше. Вот так можно линию такую сделать и сказать мужикам, все, вот это ваша территория. Горячая, холодная вода, подгаз, выключатели, розетки. Все это тут светильники видите отдельно. Под вытяжку все есть. И, конечно же, здесь место у вас будет вот тут. Это под огромный какой-то диван можно поставить, да? Вот здесь будет у вас висеть, естественно, огромный, прям немаленький телевизор, где вы будете смотреть. Кстати, Николай Сомсикова тоже. А вот тут, вот тут вы будете, что? Поставите какой-то обеденный стол. Либо сюда, либо, кстати, можно прям вот сюда. Он, кстати, вот я как у себя дома, у меня вот как бы он немножко вот так стоит. Его можно раздвинуть. И получается и диван не мешает, и телевизор не мешает. И, конечно же, на выход эта терраса. Как ни крути. Давайте мы сейчас зайдем и выйдем. Вот она наша терраска. Пожалуйста, друзья, там вы кушать готовите, сюда берете, приходите, кайфуете, наслаждаетесь и так далее. Ну что, мои хорошие, вам понравился обзор моего, моего, слышишь, планировка как моего дома. Я почему и говорю моего дома. Обзор вот именно вот этого домовладения. Этот застройщик уже много лет работает в этой сфере. Вот скажу честно, он строит и мои дома тоже. Качественно, хорошо, мне приятно, с ним приятно общаться, разговаривать. Все клиенты. Катя, пойдем на улицу, что мы тут дыхаем? Пойдемте, ребята, пойдемте со мною. Пойдемте, Катя, пошли. Пойдемте, тут просто реально в доме жарко, прям я в ужасе. Для меня, честно, прям жарко. Давай, Катя, остановись туда. Да, и что мне понравилось, друзья, вот скажу так. Здесь перед двором припарковать место можно, достаточно места. Асфальт тут рядом. Школы, детские садики, в принципе, все шаговой доступности. Просторно, чисто, уютно. Вот в этом доме ничего не надо делать. Это может быть там сантехнику свою поставить, мебель, кухонный гарнитур, занавески. Но если брать все, что необходимо, ламинат, межкомнатные двери, выключатели, розетки, с этим проблем здесь нет. Может быть, этот дом вас не заинтересует в плане по ценовой категории. Да, я прекрасно понимаю, друзья. Ну, основная часть моих подписчиков, которые рассматривают покупку на юге, они рассматривают там где-то 5 миллионов, где-то 6 миллионов, где-то 7 миллионов. Вот если брать этот дом, да, в описании цену, конечно, вы все увидите, не переживайте насчет этого. Но мы сейчас будем делать все возможно, чтобы мы находили для вас недорогую недвижимость не только по вторичке, но и, конечно, по новым домам. Конечно, друзья, если брать вот новые дома, которые до 5 миллионов и вот сравнивать, допустим, вот этот дом, который я отношусь к такой сегменту от 8 миллионов и выше, да, то, конечно, разница будет существенная. Это по отделке, это по участку, это, конечно, по территории, ну, например, там навеса, она вряд ли будет, там тротуарной плитки, как мы сейчас с вами увидели, может быть, в масштабах земли. Но любой человек, который планирует покупку недвижимости, а который вот издалека, вот издалека, который, например, у нас еще не были, они еще не смотрели недвижимость, будьте очень внимательны по поводу авитовских объявлений. Вот и Катя уже часто сталкивается, и мои подписчики, наши коллеги, наши сотрудники, мои помощники, и я, в том числе, вместе с вами, мы открываем авитовские объявления, видим огромное количество, просто безумно сексуальные фотографии. И на самом деле, друзья, вот даже вот Тимур, да, вот у нас клиент недавно писал, он говорит, я хочу в Краснодаре купить дом. Моя помощница Екатерина как бы не пыталась человеку нормально объяснить, что таких домов не существует, то, конечно, человек обиделся. Я к чему хочу сказать, те люди, которые пишут, вот, например, и мне, и Кате, моим помощникам, там, ну, например, 4 миллиона, 5 миллионов, новые дома, да, даже не новые дома, вот Краснодар, вот 5 миллионов, нету даже близко. Да, вы можете купить какой-то дом, знаете, там, квадратов 40-50, да, может быть, вы купите дом, где электрокотел, или вы купите где-то какой-то надшибе, где пешком там до Машуки минут 20-30 надо дойти. Вы тоже должны понимать, что вроде бы, когда вы смотрите геолокацию, вроде бы она там недалеко, типа от центра Краснодара, я пример говорю, да, то надо приехать и посмотреть. Вот наши клиенты, да, вот те дома, которые мы новые выставляем, новые, понятно, вот я делаю общий обзор такой, да, но есть клиенты, например, вот мы, помню, выставляли дом за 5-100, обзор моя супруга выставляла. Клиент выбрал этот дом и попросил, чтобы я лично поехал, и не просто вот дом внимательно посмотрел, да, я показал дорогу, дорогу от города Белореченска до поселка Возаречного, я залез на чердак, я включил котел, я все это проверил и так далее. И мы вот, например, для вас, уважаемые вот наши подписчики, наши клиенты, готовы и поехать на вот такие дома, не просто вот как мы сделаем обзор, а прямо вот досконально. Если надо, мы пример вам роликов этих покажем, вот когда вы напишите, там, Кате, мне или моим помощникам без всяких проблем, я просто не знаю, где вы этот ролик сейчас будете видеть. Но самое главное, друзья, мы нашим подписчикам открыты, понятно, что я не могу каждому угодить, это нормальное явление. Вот мы даже с Катей, когда смотрели дом с тобой за 4-500, да, или за 5 миллионов, и мы выпускаем эти ролики, мы видим, что люди пишут, там, цена этого дома 3 миллиона, цена этого дома 2 миллиона, цена этого дома 1,5 миллиона. Друзья, снимайте розовые очки и давайте вот жить реальностью. Я прекрасно понимаю, я лично тоже хочу ездить не на дорогой машине, я тоже так же хочу покупать для себя вот такие недорогие типа дома и так далее, но этого не будет, друзья. И знаете, вот у меня был недавно случай, моя подписчица мне написала, говорит, Николай, а в каких, какие лучшие сезоны приезжать, чтобы купить дешевле дом? Я говорю, или квартиру, я говорю, хотите, скажу честно? Она говорит, да, это надо было приезжать вчера. Понимаете, друзья, я вижу блогеров других, я вижу там, как они пишут и говорят, что цены упадут и так далее. Я сейчас не буду говорить про недвижимость, которая новые квартиры, да, или какие-то там, какие-то коттеджные поселки, там, это чуть-чуть другая категория. Я сейчас говорю в основном про вторичку. Вот эта вторичка, которая бюджетно мы ее назовем, да, вот сейчас все, что до 5-6 миллионов, это уже бюджетно, реально. И эта недвижимость, она не будет никогда падать в цене, почему? Потому что спрос очень большой. Друзья, вот как ни крути, вот вы, я вот, например, в Анапе покупал квартиру года два тому назад за почти 4 миллиона, 3 800, да, и сейчас эти квартиры, вот прошло года два, уже квартиры стоят 7,5-6,5, вот один в один. Друзья, их покупают, понимаете, их покупают, и некоторые говорят, что там Кубань не нужна, Ростовская область не нужна, Ставропольский край не нужен. Друзья, люди переезжают и живут, и наслаждаются. Понятно, что не каждый планирует переезд на юг, это, но здесь, друзья, спрос очень большой, а предложения на самом деле очень мало на хорошую и качественную недвижимость и недорогую, как говорится. Мы сделаем с вами так, обязательно, конечно же, и в комментарии, в описании вы подпишитесь на наши все телеграм-каналы, социальные сети, если мы говорим про новье Николая Сомсика, вот новую недвижимость, которую я предоставляю, есть у нас отдельный телеграм-канал, и мы для вас выставляем немножко оперативно какую-то информацию там. Конечно, переходите, знакомьтесь, есть люди, которые не рассматривали вообще покупку нового дома, но вот у нас был случай недавно, да, Кать, как женщина написала, я выставил дом за 5 чем-то миллионов, она говорит, Коль, мы вообще вторичку не рассматривали, ой, вернее, новые дома не рассматривали, только вторичку, а мы показали этот дом под ключ, и люди выбрали дом и оформили задаток, и сейчас с ипотекой мы решаем вопрос. Все, ребятушки, я жду ваши комментарии, лайки, дизлайки, и обязательно подписывайтесь на наши все социальные сети и на наш YouTube-канал. Спасибо.